Для начала напомним, что в конце марта в Цераспольской картинной галерее открылась юбилейная выставка. До середины апреля у вас есть возможность посмотреть работы приднестровских художников, собранные за последние пять лет. На данной выставке представлено более 60 работ. Это работы, которые были подарены за последние пять лет, с последней юбилейной даты. Это и Василий Иванович Рудяги, и Геннадия Спицына, и Сергея Панова, и Павла Ивановича Китаева, Олега Болтнева, Николая Пономренко и многих других художников. И вот буквально в прошлом году фонд музея также пополнился живописными работами. Их более 60 работ. Это работы Михаила Марковича Болона, который завещал в дар картинной галереи свои живописные графические картины, которые также представлены на данной выставке. День смеха предлагаем отметить в компании Клуба веселых и находчивых. Центр досуга молодежи юбилейный организовывает открытый международный конкурс команд КВН, который пройдет 1 апреля во Дворце детско-юношеского творчества. Начало в 17.00. В данном конкурсе будут принимать участие команды из Приднестровского государственного университета имени Шевченко. Также это будет команда Центра досуга молодежи юбилейный. И три команды к нам приедут из Украины города Одесса. Это команда Бордо, команда под названием Игорь и сборная Ватикана. 1 апреля вас также ждут в стенах Государственного театра. В вечернем репертуаре значится выдавиль Петра Григорьева «Дочь русского актера». В воскресенье на большой сцене «Дом на петербуржской стороне». Вечерние спектакли традиционно начнутся в 17.00. Также на 2 апреля запланировано большое событие. Государственный симфонический оркестр открывает 10-й международный фестиваль классической музыки. В воскресенье состоится открытие, а затем в течение недели вас ждет череда больших концертов. 2 апреля открытие. Будет исполнен Моцарт, премьера московского композитора Ефрема Подгайца, концерт для Бояна с оркестром. Первый концерт Прокофьева, Марчелла, концерт для Трубы с оркестром и еще другие произведения. 4 числа вас ждет камерный концерт. Молодой музыкант из Москвы Павел Клинко, замечательный аккордеонист, лауреат международных конкурсов, даст сольный концерт свой в Малом зале Дворца Республики. 6 числа будет исполнена премьера израильского композитора Элизара Эльпера, концерт для скрипки, фортепиано и оркестра. Исполнят его замечательные музыканты Вера Ковальчук, скрипачка из Молдовы, лауреат международных конкурсов, и Юлия Захаркина из Москвы, лауреат многих международных конкурсов, уже такая достаточно известная пианистка. Также будет исполнена фантазия на тему Балина Рябинина, Оренского и второй концерт Шостаковича. Исполнит это произведение лауреат очень многих международных конкурсов, молодая пианистка из Москвы, Полина Кузнецова. Замечательный музыкант, и я с нетерпением жду этой встречи. Я думаю, что публика тоже будет очень довольна таким гостям. Напоследок традиционная информация на перспективу. 8 апреля предлагаем отправиться в заповедник Егорлык. Это уникальное место, где 50% занимает вода, и 50% понятное дело это лесной массив на холмах. Услышать о том, какие удивительные растения остались у нас. Узнать о том, что в наших местах появился камышовый кот, а может и увидеть его. Посмотреть, что из себя представляет заповедник. Подняться на одну из вершинах. Обозреть все окрестности и увидеть, как река Егорлык впадает в Днестр, можно в ходе этой экскурсии. 8 апреля можно отправиться и за пределы республики, а именно в Шато-Вартеля. Там для вас проведут экскурсию по винному комплексу и, конечно же, устроят дегустацию молдавских вин. Выбирайте то, что вам ближе и отдыхайте с удовольствием.